МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Земля с ее природным ландшафтом, климат, реки, леса предопределяют возникновение города и его дальнейшее развитие. Вместе с тем, любой город преобразует свою природную основу, постоянно изменяя ее. Города меняют и люди. Гомель – это не просто географическое место, находящееся в самом центре восточнославянской цивилизации. Это тысячелетняя история развития города из племенного центра Радимичей в крупнейший областной центр Беларуси. Восточнославянское племя Радимичей считается основателем Гомеля. Город возник в конце первого тысячелетия нашей эры. Впервые древний Гомий упоминается под 1142 годом в Ипатевской летописи как мелкое приграничное поселение, владение черниговских князей. Кстати, этот год и стал точкой отсчета для города. Однако археологические исследования решительно подвигают дату его возникновения вглубь веков. Говорят, что в древности эту землю покрывало море Геродота. Например, в районе теперешнего хлебозавода, который между проспектом Ленина и Интернациональной, в свое время при строительных работах находили останки мамонтов. А на территории центральной части парка при проведении плановых археологических исследований была найдена кость шестистного носорока со следами обработки. Это самая древняя находка, которая нам известна на территории современного Гомеля. А что касается территории Дворцова паркового ансамбля, то здесь мы можем абсолютно смело говорить, что здесь жизнь, такая активная жизнь экономическая, она не прерывалась на протяжении последних, наверное, двух тысяч лет. То есть сначала городище раннего Железного века, зарубинецкая культура, потом колочинская культура, и, наконец, уже славяне в лице родимичей, которые пришли и сели здесь, и основали, по сути дела, протогород, который стал основой для нашего теперешнего Гомеля. До начала XIII века Гомель был одним из крупнейших городов на земле родимичей. Его географическое положение практически в самом центре Европы предопределило превращение в крупный транспортный и коммуникационный узел. Торговые пути связывали город над Сожем с Киевом, Черниговым, Смоленском, Волынью, Северной Русью и Византией. Примерно в 1335 году Гомель вошел в состав Великого княжества Литовского. В 1772 году в результате первого раздела Речи Посполитой включен в состав Российской империи. Облик нынешнего центра города стал закладываться во второй половине XVIII века. Бум строительный, который пережил Гомель в конце XVIII, в начале XIX века, это уже в бытность Николая Петровича Румянцева, он просто поражает своими масштабами. То есть это появление большого количества каменных сооружений, такого общественного звучания. То есть это какая-то попытка создания здесь гимназии, и ланкастерской школы, и первая больница, и первая аптека, то есть и там биржа, и доходные дома, и все. То есть это все связано с... Вообще обустройство базарной торговой площади, все это связано с деятельностью Николая Петровича Румянцева. Экономическая такая мощная деятельность, она связана с тем, что именно в период Паскевича здесь прилегла и шоссе, пролегла, значит, Санкт-Петербург-Киев, который прошел через Гомель, и очень активизировала вообще экономические связи Гомеля с другими регионами Российской империи. Ну и, наконец, прокладка сначала либо в Аруминское, а потом Полесской железной дороги. Она вообще, вот это событие, оно в корне изменило, скажем так, социально-экономическую жизнь города. В истории Гомеля примечателен такой факт. Именно он и отличает город от других населенных пунктов Белоруссии. Городом над Сожем в разные годы владели два фельдмаршала и оба высочайших фамилии. Это Петр Александрович Румянцев-Задунайский и Иван Федорович Паскевич. Два выдающихся полководца внесли огромнейший вклад в теорию и практику военного искусства не только России, но и Европы. С их именами связаны основные этапы развития и становления Гомеля. В 18-19 веках город над Сожем очень активно развивался. И к началу 20 века здесь насчитывалось более 100 тысяч населения. Такими достижениями могли гордиться далеко не все города. Но в истории Гомеля были и сложные периоды. Это две войны 20-го столетия. Первая мировая и Великая Отечественная. И если после Первой мировой Гомель в корне не изменил своего внешнего облика, то Великая Отечественная война принесла опустошение в прямом и переносном смысле. Что касается Второй мировой войны, то она коренным образом повлияла на, по крайней мере, на внешний вид города. Потому что, к сожалению, значительная часть строений, которые досталось нам наследство от времен, так сказать, еще и дореволюционных, и межвоенного периода, город значительно преобразовался. То многие из этих строений постигла вообще печальная участь. Потому что, ну, существуют разные цифры, они очень условные. Ну, некоторые говорят, что погибло до 80% допустим всех строений в здании города Гомеля. Что касается городских улиц, это очень многие ветераны, наши жители Гомеля, старожилы, они упоминают о том, что, например, стоя возле вокзала, который тоже был практически полностью уничтожен, можно было видеть парк. Война, возможно, и разделяет время на до и после. Но не стирает память предков, стремление людей жить в гармонии. Трудом и талантом гомельчане смогли восстановить предприятия, улицы, возвести новые микрорайоны, превратив город в крупный индустриальный центр страны. Города аккумулируют историю. В них пласты разных эпох, архитектурных стилей, различные масштабы застройки улиц и площадей. Гомель – это город, где мы чувствуем себя преемниками национальной и мировой культуры, которая объединяет в себе прошлое и будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова